Была в начале 90-х некая медведковско-ореховская группировка, считалась одной из самых кровавых в России. Число ее жертв исчислялось десятками, если не сотнями. И был у этой группировки финансовый гений, дважды судимый за мошенничество, Александр Таранцев, он же Саша Слюнявый, которого бандиты отрядили крутить в созданной ими компании «Русское золото», отжатые у бедолаг-коммерсантов деньги. Тогда это было очень громкое дело, может быть, кто-то и помнит. По показаниям одного из главарей, медведковских, Олега Пыльева, Таранцеву было поручено развитие экономики, и прибыль делили 50-50, 50 русскому золоту, 50 группировки. Помимо организации разных финансовых афер и пирамид, Слюнявый заказывал убийство конкурентов и просто неугодных ему людей. По показаниям того же Пыльева, среди них были Сергей Симонов по кличке Пельмень, Александр Мукашенко по кличке Цыган, руководители фонда развития правоохранительных органов, Владимир Ермаков и Сергей Дроздов. Потом Таранцев кинул друзей бандитов, приватизировал их общак. Подельники пытались его убить, но покушение сорвалось, а затем их надолго посадили всех. Теперь Слюнявый – уважаемый предприниматель. Один из отцов-основателей известного путинского Петербургского экономического форума. Показаниям, обличающим Таранцева как заказчика убийств, следствие почему-то не поверило. Он очень легко отделался. Экспертиза проверки Пыльева на детекторы лжи была сфальсифицирована. В общем, ушел Слюнявый как колобок от всех и от ответственности. От бандитов и от ментов и от справедливости. Живет теперь достойным членом высшего путинского общества, филантроп и меценат Александр Таранцев. Спросите, как же ему это удалось? Ларчик на самом деле открывается просто. Еще в конце 90-х этот самый Таранцев обзавелся правильными связями с чекистско-путинской средой. По словам киллера Ореховских, знаменитого Леши Солдата, фактическим начальником охраны, крышей Слюнявого, еще в те годы был Золотов. Известная фамилия в России – друг, охранник и подельник Путина. Это тот, кто всегда стоит за его спиной. Сейчас он при погонах в красивой форме главнокомандующей национальной гвардии и один из самых влиятельных людей в государстве. А еще недавно, в 90-х, обыкновенный бандит. В общем, Таранцев вовремя поставил на правильную чекистскую лошадь. Поэтому он не в земле сырой лежит и непожизненный срок мотает, а на всяких элитных тусовках, в дорогих костюмчиках с женой-моделью. История карьеры Таранцева – всего лишь один из эпизодов. Причем, не самый одиозный. Это, скажем так, один из известных. Формирование путинской элиты, состоящей из чекистов, бандитов, мошенников, ходящих под ними, коммерсантов и прочих. Причем, в последние годы стерлась тонкая грань между этими категориями трудящихся. Они стали практически неразличимыми, слились, так сказать, в общих интересах. Банда семьи Чаек, которые воруют в особо крупных размерах, назначают прокуратуру. Представьте себе, вор назначает судей и вместе с ними «вершит» закон. А, скорее всего, занимается рейдерством, отъемом чьей-то собственности и незаконными делами. Это как, если бы высокопоставленные борцы с оборотом наркотиков возглавляли сами наркомафию. Собственно говоря, в современной России именно все так и происходит. Путин и его окружение с давних пор связаны с различными бандитскими группировками. Приведу только один пример. Испанские исследователи, ведущие дело одного из лидеров группировки Геннадия Петрова, зафиксировали его тесные связи с Анатолием Сердюковым. У них был совместный бизнес. Экс-премьером Виктором Зубковым, депутатом Госдумы Владиславом Резником, начальником Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Петров заявлял друзьям, что назначил его на этот пост. А далее связь с президентом Сбербанка Германом Грефом. Другими словами, люди из совсем другой страны, из Испании, занимаются всеми этими мафиозными группировками, развязывают нити, а внутри России этим никто не занимается. Естественно, потому что во главе всего этого синдиката стоит сам Пахан по кличке Михаил Иванович. Представьте себе, что во время расцвета мафии в 30-е годы США решили не противостоять мафиози, а объединиться с ними. Ведь тогда тоже, в 30-40-х годах, там был разгул итальянской мафии. Высшие чиновники поголовно стали бы там частью криминалитета, а выжившие в разборках мафиози вошли бы в правящую элиту. Представьте себе того самого гувера, который гонялся по всей стране за всеми мафиозниками и в конце концов прикончил эту гидру. Он, вместо того, чтобы гоняться за Аль Капоне, открыл бы с ними общий бизнес. Бакси Сигел стал бы генеральным прокурором, голландец Шульц мэром Нью-Йорка, счастливчик Лучана советником президента по национальной безопасности. Семья Камбина основала бы фракцию в Сенате. А президентом стал бы какой-нибудь из них коррумпированный офицер разведки гувера, связанный общим бизнесом со всеми вышеперечисленными. Вот какое бы замечательное было государство. Но американцы тогда решили по-другому. Они освободились от всех этих граждан, посадив их надолго на нары. Кого-то выслали в Италию, с кем-то разделались, кто-то до сих пор сидит. Путинская же Россия – это именно такое государство-мафия, где высшие чиновники пошли на сделку с преступниками и бандитами, поставивши во главе государства одного из своих пацанов. Продолжение следует...